Добрый день! Библейский портал Экзегет. Мы сегодня отвечаем на вопрос, что такое ад. Человек очень интересовался этим вопросом, и вот в Евангелии от Матфея первое, что приходит на ум, это когда апостол Матфей говорит, будет там плач и скрежет зубом. Но в надежде на это, наверное, нельзя жить и скрежетом зубов, и плачем, страхами. Себя нельзя пугать, потому что ад это не совсем то, что человек думает, когда говорит, скрежет зубов и плачет. Вот я вспомнил здесь один анекдот про наркомана, который попал на тот свет и увидел поле конопли, забил себе косячок и нету чем поджечь. Смотрит на другом краю, сидит другой наркоман, и он к нему, брат, дай спичку. Он говорит, ты что, была бы спичка, был бы рай. Так вот, это, конечно, анекдот. Но, тем не менее, состояние ада в нем тоже передано. Состояние ада – это никогда тебя поставить в кастрюлю и будут под тобой разводить костер. Состояние ада, оно наступает у человека еще здесь, при жизни. Вот представляете, наркоман мучается от ломки. Он еще не умер, но он уже знает, что такое ад. Вспомнил еще одну книжку «Димон». Такая замечательная сказка была про теорию Александра Торика для детей от 14 до 104 лет. И там, когда мальчик ходил по преисподне, он там видел состояние, в котором люди грибут золото, реальное золото в реальные кучи. Грибут, грибут, грибут. А мальчик спрашивает, а что дальше? Ничего, просто вот я грибу золото, вот хожу золото. А пока он уходит, с его кучи кто-нибудь там сопрет что-нибудь, или у него там что-то проповедет. И вот он по этому поводу очень там сокрушается, переживает, страдает о своем золоте. Ну, куда он его реализует – непонятно. Душа, освободившись от тела, прилипшая к тому, в чем нуждалось тело, ну, там алкоголь, там табак, наркотики, или золото, то же самое, или еще какие-то там чисто физические привычки, она будет нуждаться в реализации желаемого, но и не иметь возможности этого сделать, потому что тела нет, глаз нет, ушей нет, рот отсутствует. Куда налить себе водки? В душ уже не нальешь, а привычка осталась, а желание осталось. Представляете, состояние человека, вот когда человек описывает состояние бросания курить, что он говорит? У меня, говорит, уши сворачивались, да? Кто-нибудь видел человека со свернутыми ушами? Нет. Это он внутренне описывает свой ад, когда ему тяжело, когда он не может удовлетворить свою проблему насущную. Так вот, ад для человека – это невозможность сделать то, что он хочет. Для одного, один ад для другого, другого, всякие круги ада существуют, но, может быть, кому-то и кастрюля достанется горячая, но я думаю, что все равно ад – это нерадость, вечная нерадость. Вот Льюис описывал в своей книге «Расторжение брака» состояние ада, состояние людей, которые постоянно ругаются, и в этом большом городе они постоянно друг от друга расселяются, потому что они не могут жить рядом, они не могут выносить рядом. И когда их, этих людей, которые живут в аду, взяли и подняли в рай, для них рай был продолжением ада. Почему? Для них земля была жесткой, трава резала ноги, свет их сжег, и все, что было вокруг для людей радостным, оно причиняло им боль и невыносимость. Вот поэтому рай и ад – оно нигде, оно внутри человека. И если внутри души человеческой ад, то ты его все равно куда помещай, хоть в рай, ему все равно там будет плохо. А если внутри человека рай, то святитель Лука, будучи в тюрьме, он был счастливым человеком. Он делал там то же самое, что делал и на воле. Он помогал больным. Я думаю, что для него рай – это естественное продолжение того, что началось еще при жизни. Несмотря на то, что у святителя Луки была довольно-таки сложная и хлопотная жизнь. Страданий было много, непонятных вопросов было с властями очень много. Но тем не менее, он даже в этих скорбях прошлого века, он не перестал быть счастливым человеком и в душе его не прекратил быть рай. Помоги Господи. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует.